Сегодня мы будем взрывать солнце, создавать трещины в небе и запускать другие катастрофы прямо во время битвы строителей, в которую я пригласил популярных ютуберов, которые ни о чем не знают. Начнем мы с первого раунда, где нам нужно построить высочайшие технологии, такие как летающие автомобили или микроволновка. Извините, я просто проголодался. И пока эти два ютубера прямо сейчас думают, что им построить, в это же время я подготовил секретную команду под названием Слэш КАТАСТРОФЫ! Короче, мы с вами будем строить самый новый высокотехнологичный компьютер в мире. Сейчас я сделаю для него платформу, где он у нас в принципе будет изначально находиться. Раз мы строим новейшие технологии, я хочу построить огромную лазерную пушку. Эти ютуберы даже не представляют, что моя постройка будет катастрофически хорошей. Все дело в том, что я сначала начну с некой обводки, внутри которой будет находиться моя постройка. Это платформа. И прежде чем мы узнаем, что я буду строить, монтажер, добавь, пожалуйста, зловещий смех, ведь прямо сейчас мы прописываем команду КАТАСТРОФЫ! Мамочки, вы посмотрите на это меню. Тут какая-то акула, и она называется Пожиратель Солнца. Но это еще не все. У нас какая-то непонятная молния или что это такое. А вот это вообще абсолютная загадка. Короче, начнем из первого предмета, это Пожиратель Солнца. Это больше похоже на какую-то акулу. Неужели она реально его съест? Да, я понимаю, что на данный момент это похоже на какой-то унитаз, но не смейте даже писать в комментариях, что это унитаз. Вот, это получается он стоит на ножках. И сейчас мы будем выстраивать уже основу основ. Ну, вот так вот мы добавляем немного. И я вам раскрою секрет, но в конце раунда я сделаю так, что моя пушка выстрелит в постройку моего соседа. В общем, вы заранее прости, но моя пушка шиндарахнет прямо в тебя. Закройте свои глаза, сейчас Тунка будет строить. Между прочим, мы будем строить высочайшие технологии. И я не придумал какие, но у нас имеется два предмета. Это Пожиратель Солнца и вместе с ним какая-то пусковая площадка. Давайте проверим, что это такое. Я не могу его никуда поставить, но при этом я могу поставить вот эту штуку. Это какая-то площадка, платформа, на которой, судя по всему, будет выезжать вот эта штука. Ладно. Мы готовим, видимо, взлетную полосу для нашей акулы, которая, наверное, будет вылетать вон туда, прямо к этому солнцу. Возможно, она реально будет его съедать. Давайте проверим, как это работает. То есть я подготовил небольшую платформу. Ставим нашу акулу. Что здесь происходит? О, тут что-то более серьезное. У меня акула уже целится в солнце. Раз мы строим какую-то высочайшую технологию, и у меня вот эта акула, которая, видимо, будет лететь в сторону солнца. И, наверное, его сожрет. Нам нужно построить какого-то робота, который будет гулять этой акулой. Здесь, получается, я просто-напросто дострою кресло, а отсюда будут идти вот такие вот ручки, к которым будет привязан монитор. В общем, дамы и господа, лазерная пушка 3000 в целом готова. Ну, осталось только сделать сами лазеры. Как я уже говорил, я планирую стрелять в Фу-Фыва. Оу, шит! Оу, шит! Поэтому нам нужно сейчас создать лазеры, которые ведут прямо к его постройке. Я же сказал, что она работает. Я, конечно, понимаю, что то, что я пока что построил, напоминает немножко белого ежа с огромными ногами. Но, раз, как говорится, мы будем стрелять в солнце, делать это нужно красиво. Именно поэтому... Подождите, подождите. Я сейчас его прокачаю. Нам нужно добавить огромное количество детализации для того, чтобы наш еж стал выглядеть как робот. Потому что это будет робот, который будет стрелять, между прочим, вот этой огромной махиной. Причем, судя по всему, смотрите, мы можем создать абсолютно любого размера пушку. И это может быть огромная гигантская пушка, которой мы будем стрелять. Здесь сейчас мы доделываем вот такую вот завитушечку. И я вам покажу, как это выглядит со стороны. Вы уже видите, что постройка преобразилась прям вообще по максимуму. И, внимание, сейчас я отлетаю. Вуаля! Смотрите. Вроде пока что неплохо. Судя по всему, это робот. Да, теперь он, по крайней мере, немножко на него похож. Хотя пока что на собаку. Так что вот, что мы сделаем. Мы добавим еще немножечко ему со стороны разных железяк. И приступим к его глазам. Да! У него огромный глаз в форме буквы Т. Потому что канал Тумка, кстати говоря, скорее всего, это последний ролик по битве строителей. Просто потому, что меня ютуберы возненавидят после того, как я разрушу их постройки. Так что, в целом, если вы хотите, чтобы вышла еще хотя бы одна часть по битве строителей. Давайте так. Набираем 50 тысяч лайков под этим роликом. И я постараюсь еще придумать что-то очень крутое. Хотя, не знаю, взрывать солнце это круто или нет. Ребята там, наверное, уже заждались, потому что я очень долго строю свою постройку. Именно поэтому мы с вами сейчас быстренько доделываем монитор и завершаем нашу постройку. Тут осталось прям совсем чуть-чуть. Мы просто сейчас его вот таким вот образом выстраиваем. Если вы тоже обожаете поесть, напишите в комментариях, что вы больше всего любите есть. И знаете что? Приятного всем аппетита! Потому что прямо сейчас у нас будет взрываться солнце! Раз, два, три, готово! Все! Пожалуйста! Высокотехнологичный новый компьютер. Как по мне, выглядит идеально. Ну, реально похоже и выглядит очень красиво. Итак, время пришло! Я знаю, вы все ждете, когда мы съедим наконец-таки это солнце. И кажется, момент настал, потому что все! Вторая рука готова! И именно на этой руке я планирую разместить пусковую площадку. Причем, знаете что? Нам нужно сделать настоящую взлетную полосу. И я планирую сделать ее реально, реально большой. Я не уверен, конечно, что получится взлететь моей ракете на вот такой огромной взлетной полосе. Ну ладно, давайте проверим, будет ли это работать. Прямо сейчас мы берем пожирателя солнца. И просто нажимаешь на его. Все! Оно готово! Мамочки, оно готово! Итак, ребята, давайте я вам покажу, что я построил. Это вот такое вот кресло-компьютер. Я думаю, вы такое уже видели и не раз. Я не только видел, я еще и мечтал о таком! Если честно, это больше похоже на туалет какой-то. Нет! 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 Какой? Это вип-туалет! Какой вип-туалет? Я 150 раз, пока это строил, говорил, что это не унитаз. Какой вип-туалет? Прикинь, если в туалете телек вот так поставить, сидишь, смотришь, кайфуешь. Компьютер-унитаз это, конечно, круто. Но давайте, дорогие друзья, мы посмотрим, что это за пушка, которую направили на моего робота. И при том, она, походу, вот-вот выстрелит. Ну, как сказать, там немного звезды совпали, что-то, ну, не в ту сторону полетело. Все по-другому задумывалось. Но это самый современный агрегат, который может уничтожить планету. Не уверен насчет уничтожить планету, он как будто стреляет какой-то соплей. На чего чем, блядь, мою лазерную пушку 3000? Вот когда мир будем захватывать, тогда поговорим. Насчет захватывать мир, давайте, ребят, я вам покажу робота, на котором я установил. Разрушитель солнца! Откуда здесь вообще взялась черепаха в роботе, которая куда, куда, на солнце собралась лететь, на Марс? Во-первых, не черепаха, а акула. Во-вторых, абсолютно верно, да, она направится к солнцу. И причем мы ее запустим прямо сейчас вместе с вами. То есть все это работает примерно вот таким образом. О-о-о-о, полетела, полетела, полетела. Я сам еще не тестировал, я не знаю, долетит ли она до солнца вообще. Так, но она летит уверенно, прямо в центр, прямо в центр. Прям почти до солнца долетела. Мне интересно, она вообще взорвется или... О-о-о-о-о! Что-о-о! Оно просто разлетелось на кусочки мамочки меня от вспышки ослепило. Это что за флешка? О, боже мой, у меня... Ребята, мне кажется, у меня мир злота начинается. У нас просто пропал день. Всё, у нас теперь постоянная ночь. Из-за твоего конец света наступил. Подожди, подожди, мой компьютер теперь... Мой компьютер весь во льду. Ты сломал на век все наши постройки. С ВФУ сломал компьютер. Зачем было взрывать солнце? Объясни мне. Тема нашего второго раунда это путешествие. Знаете, как отдых на Мальдивах или ехать верхом на крокодиле где-нибудь в Австралии. Не знаете что? Давайте для начала узнаем, какая катастрофа нас ждёт, монтажёр. Добавь злобный смех на фоне, потому что сейчас начинается злодеяние. Итак, у нас имеется новый предмет. Временной разлом. Интересная, конечно, у нас тема постройки на втором раунде. И если честно, я хочу построить Мальдивы. То есть там какие-то пальмы, кокосики, домики на воде, обезьянки, не обезьянки. Ну вы поняли о чём я. Поэтому мне нужно разобраться, как здесь разлить кучу воды. И пока я буду разбираться, посмотрите, что там строит домер. Ладно, сейчас мы должны построить что-то связанное с кучей шествами. И поэтому я решил пойти в путешествие за грибами. Я построю лес. Что это вообще за жесть? Я вообще, что я вообще сейчас держу? Это какая-то нелегальщина. Я держу не то чтобы молнию, я держу какой-то временной разлом. Мне страшно на это просто смотреть. Оно меня преследует. О, боже мой, ладно, зайди, давайте быстро подберём. Это опасная вещь, которую мы будем использовать для нашей постройки. Окей, это временной разлом. Что если вместо того, чтобы построить какое-то место, мы построим путешествие во времени? Я, если честно, не знаю, в каких домиках живут богачи на Мальдивах. В любом случае, мы с вами сделаем небольшой шалаш, где будут все удобства, весь комфорт и всё в этом духе. Я построю лес, палатки и самое главное, грибы. Раз у нас временной разлом, я решил отобразить разлом во времени. И для этого я решил поделить свою локацию на прошлое и будущее. Я поставил себе небольшие разметки и, видимо, это будет долго. Поэтому я попросил ютуберов на один час больше времени, чем обычно. Итак, сейчас будет настоящее строительство. И в этой локации я создам какого-нибудь рыцаря, потому что это средневековье. А там я построю какого-нибудь огромного киборга. Но знаете что? Для того, чтобы поберечь ваши глаза, мы немножечко это ускорим. Прошло уже 25 минут и я только закончил рыцаря. Но вы на него посмотрите. Вот это я понимаю рыцарь. Это рыцарь прошлого. Это рыцарь из средневековья, который, посмотрите, как он сидит. У него развеивается шикарный плащ и это ещё не всё. Мещ втыкается в землю. Короче, теперь я готовлю пол и это очень сложный пол. Потому что я планирую создать, как я уже говорил, две локации. Прошлого и будущего. Поэтому просто аккуратненько, спокойненько строим, выстраиваем и особо никуда не спешим. Не знаю, какого путешествия у других, но леса с грибами у них точно нет. Итак, пока ютуберы там строят какое-нибудь путешествие в Антарктиду, у меня настоящая битва времени. Посмотрите на этого рыцаря. Между прочим, сейчас он будет сражаться против реального киборга. Я планирую где-то здесь построить огромного современного киборга будущего. И это будет интересный контрастом между очень старым поколением рыцарей из средневековья и также настоящих роботов, которые в будущем нас ждут. Итак, у вас может возникнуть вопрос, а куда я планирую размещать вот этот временной разлом? Дело в том, что у нас имеются два времени. Это прошлое и будущее. А между ними я планирую разместить портал, в котором будет находиться временной разлом. Всё, мы сделаем временной разлом между двумя временами. Это мой киборг, да? Пока что какой-то тарантул, сделанный из железа. Но также я планирую добавить ему очень много деталей, несмотря на то, что я уже 40 минут это строю. Мне осталось доделать последнюю крышу в последнем домике. У меня уже, в принципе, всё плюс-минус готово. Осталось прям реально чуть-чуть. Как вы видите, домиков у меня очень много. И не дай бог мои вот эти вот домики. Какой-то там ветер, ураган, ещё что-то он несёт. Вы посмотрите на эту атмосферу. Я тут сижу, смотрю в костёр, жарю свинину, могу смотреть на грибы. А могу вообще на рыбалку пойти. Добывать рыбу. И теперь, дорогие друзья, закройте свои глаза. Сейчас будет самый опасный трюх. Мне нужно сделать ему клешни. Одну я сделать смог, но вторая должна быть немножко другой. У нашего терминатора должны быть слишком крутые клешни. И поэтому я постараюсь сделать ему какую-то вот такую клешню. И я, конечно, не специалист по киборгам, но если так посмотреть, то вроде выглядит неплохо всё. Клешня наша готова. Теперь нам нужна срочно голова. Нам очень срочно нужна голова. И знаете что? Поскольку у нас будет временной разлом, скорее всего, наши постройки пострадают. Я не знаю, какая из моих постройок выживет, но надеюсь, что хоть одна останется целая. Вот я сейчас сижу и думаю, зачем я так сильно стараюсь над этими постройками? Если нас в итоге ждёт катастрофа, то есть я в теории просто возьму и потеряю свои постройки. Я надеюсь, что, по крайней мере, хотя бы какая-то выживет, потому что я специально строю из прочных материалов. Короче, теперь мы создаём портал, внутри которого будет находиться временной разлом. И это очень оказалась тяжёлая постройка. Пожалуйста, напомните мне, чтобы я больше никогда не делал большие постройки. У меня тут немного кривой портал, и мне уже ютуберы пишут, когда я закончу. Но знаете что? Я занят. Я создаю мамочки. Это самый большой портал, который я создавал. Причём, да, я никогда в жизни не видел таких порталов, поэтому не знаю, как их строить. И получается пока что ужасно. Но я планирую взять стекло. А именно стекло зелёного и светло-зелёного цвета. И мы возьмём всё это. Заполним! И теперь, дорогие друзья, добавим немножко атмосферы. Добавим немножко декораций в виде этих фонарей. И всё, наш портал готов. Значит, что? Я добавляю ещё несколько фонарей. И всё, самое время, наконец-то, поставить наш временной разлом. Окей, я планирую выделить место ему где-то посередине. Вот прямо здесь. Мы возьмём и разместим его на этом месте. Всё! Вы посмотрите, что происходит. Вы посмотрите, что? О май гад, о май гад, что здесь происходит? Он как будто бы уже запущен. Или, по крайней мере, он готов к своему запуску, скорее всего. Да, он просто готов к запуску. Интересно, что вообще нужно сделать, чтобы тебя запустить? Окей, всё, я понял. Пожалуй, бить его лучше не надо. Бить его лучше не надо, ему это не понравилось. И, видимо, если его несколько раз ударить, возможно, мы создадим как раз-таки временной разлом. И тогда случится хаос. Мы сейчас отправляемся в лес по грибы, поэтому пойдём за мной. Вот это белый гриб собственного производства, удобрение моё. Сколько супов можно из него сварить? Мне страшно представить. Да тут и представлять не надо. Вот здесь как раз-таки лагерь. Я разбил по производству того, как будем растить грибы. А почему это лес с грибами, а гриба всего лишь два? Нет, тут три гриба, прошу заметить. Да, три, три. Четыре, четыре! Вот четвёртая поганка, ребята. Вот четвёртая поганка, вы чего? Напишите, дорогие зрители, какое путешествие вам понравилось больше всего. А мы переходим к следующей постройке. Что это за Мальдивы? Вот именно. Это, ребята, самые настоящие Мальдивы. Вот такие вот есть прекрасные домики. Здесь вы можете отдохнуть, поспать, полежать, покупаться. Что угодно можете сделать. И так как у нас небольшой дефицит кокосов, вместо кокосов мы используем вот эти вот головы Стивов. Можете посмотреть. А, то есть головы Стивов это хорошая альтернатива кокосу. Вот, да, это вместо кокосов. Это вместо кокосиков. Но, в принципе, вот такие вот Мальдивы у меня получились. Домер, мне кажется, ему немножечко здесь не хватает рыб. Так, надо акулу было добавить. На Мальдивах акулы есть, а у тебя почему нет? У меня мирные Мальдивы. Ни акулки, никого. Ф-ф-ф, а что там вечеринка у тебя тут происходит на мосту? Ну, это подстава. Это просто-напросто какая-то подстава. И не дай бог, не дай бог с моими кокосиками что-то произойдёт. Я буду тогда максимально зол. Ладно, давайте я вам покажу одну из самых масштабных своих построек. И это не путешествие в какое-то место. Это путешествие во времени. А как рыцарь превратился в какого-то, не знаю, пингалета сороконожку. Подожди, а что это за молния внутри этого портала? Что это такое? А ты, главное, не трогай это. А что будет, если потрогать? Сейчас проверим. Давай, трогаем, трогаем, трогаем. Ладно, ребят, я вам помогу. Давайте я вам покажу, что случится, если создать. Ты что нафиг надел? Временной разлом! Подожди, подожди, подожди. А что с порталом? Ты куда разогнался со своими фокусами? О нет, всё, походу, походу никаких грибов, никаких Мальдив. У тебя будет хоть одна постройка, которая мир уничтожать не будет? Хотя бы одна! Мне многого не надо! Нет, мои грибы только не они, пожалуйста! Мои кокосы! Мои кокосы, берегитесь, кокосики, прячьтесь! Зачем ты опять сломал все наши постройки? Бедные мои грибочки! Итак, теперь, когда мы разрушили Мальдивы, путешествие ФФВа, а ещё мы разрушили лес Домера и все его грибы, к самой финальной катастрофе. Причём она должна быть самой крутой. Мы прописываем команду слэш катастрофы. И вот она, моя любимая меню! Теперь в этой менюшке мы можем выбрать финальную катастрофу. Это маяк для разрушителя неба. Что? Разрушителя неба? Оооо! Сегодня мы ещё и небо сможем разрушить! Отлично! Только это мы сегодня не делали. Хотя выглядит очень безобидно. Раз мы строим древние постройки, я построю статую самого древнего жителя в мире. Итак, сейчас я буду выстраивать платформу, на которой будет стоять, не поверите, что древний динозавр. Теперь когда мы можем разрушить небо, надо только решить, как это сделать красиво. Именно поэтому, раз мы строим древние постройки, я думаю, я создам что-то связанное с древней пирамидой Хеопса. И поэтому мы возьмём песок и будем всё это превращать в песок. А строю я его из костных блоков, потому что тюфик немножечко старенький. Ну, как старенький? Он умер, как бы. Вот именно тут я планирую как раз-таки разместить самого старого жителя в мире. Моя пирамида будет напоминать некоторый маяк, потому что на самой вершине этой пирамиды мы как раз-таки сможем разместить вот этот маяк. И скорее всего, он будет издавать какой-то луч, который, возможно, разрушит небо. Как это будет, я не знаю. Но также внутри этой пирамиды я хочу подготовить небольшой сюрприз для наших друзей-ютуберов. А именно, внутри этой пирамиды, внимание, я размещу стойку для брони и, внимание, наш мерч! Да, пожалуй, самое время, пока домеры ФФФ строят свою древнюю постройку и готовятся к финальной катастрофе. Я хочу вам напомнить про наш мерч, который доступен на сайте tunkestore.ru. И да, вы здесь можете купить себе нашу одежду, которая связана с нашим каналом, и благодаря гигантскому выбору вы 100% найдёте то, что вам понравится. Причём это всё можно заказать с доставкой по всему миру. Я, конечно, немножко переживаю, потому что у нас готовятся катастрофы, а я тут строю древнюю постройку, которая еле-еле держится на ниточке. Ну, знаете что? Вот оно. Вот она моя пирамида. Уже выглядит неплохо. Теперь нам нужно добавить немножко люков, декораций. И знаете, что я подумал? Возможно, финальная моя постройка не выдержит нашей катастрофы, но зато она заберёт и остальные постройки с собой. Нашей пирамиде не хватает немного зелени, поэтому я добавлю сюда листвы аккуратненько и красиво, и самое главное, наконец-таки поставить тот самый маяк. Я хочу посмотреть, что случится, если я его поставлю. Я надеюсь, я не сломаю ничего раньше времени, и он не активируется, пока я ничего не нажму. Секундочку. Три, два, один. О, о, май гад, всё. Окей. Кажется, установили. Мы его установили, а теперь нам просто нужно ждать. Внимание, тюфик, которого я так долго строил. Ну, красавчик, а? Ну, посмотрите на него. Ну, посмотрите, какой он красивый. Ну, реально, ну, реально. Ну, просто красота. Просто красота. Я объединил его руки, построил ему брови, и нам осталось доделать его огромный нос. И всё. Самый древний житель носатый готов. Добавляем финальный декор, и наша достопримечательность в виде пирамиды готова. Посмотрите на эту красоту. Вернее, нет. Вон она, главная достопримечательность. Это энергия, которая крутится внутри маяка. Всё, мы в целом закончили. Самое время посмотреть, что же будет, когда мы разрушим небо. Итак, ребята, посмотрите. Это, если что, тюфик, который существовал на этой планете 3 миллиона лет назад. Ну, примерно где-то так. Сейчас от этого тюфика остались ребра и кости. Но в целом, тюфик всё равно на месте стоит, и можете им полюбоваться. Какой это тюфик? Это какой-то вообще тюбик, ты посмотри на него. Ну, так извини меня, это тюфик. Скажу тебе по секрету, погиб примерно 300 миллионов лет назад. Поэтому... Ну и что, а мне 21. Мог бы и сохраниться. Бедный тюфик! У меня ощущение, что тюфик забывал в молодости чистить свои зубы. Посмотрите на эту ржавчину! Ну, тюфик, ребята, тюфик уже своё отжил. Поэтому тюфик сейчас просто отдыхает. Давайте поставим лайк, дорогие друзья, за тюфика и наберём 50 тысяч лайков под этим роликом. Он это заслужил, а пока что. У нас вот какой-то странный стоит викинг. Так это мой житель викинг, самый древний житель в Майнкрафте. Ты посмотри на его руки, посмотри на его зелёные глаза. Он тебе будто всем своим взглядом говорит. Не трогай и не взрывай меня. Ты посмотри на эту бороду. Да, он выглядит интересно и он выглядит устрашающе. Но вопрос, каким образом он застрял в горшке? И где он похож на жителя? Это Скибиди Викинг. Скибиди, дуб, 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 дуб. У него просто большой нос. Ну прикольно, не, красиво, красиво. И выглядит устрашающе. Как вы думаете, сможет ли эта постройка дожить до конца сегодняшнего раунда? Я сомневаюсь. А я вот сомневаюсь, если честно. И это получается у нас следующая постройка. Это постройка Тумки. И что это такое? Это храм Аладдина. Храм Аладдина. Это, как вы понимаете, огромный древний храм. Но самое главное это не храм, а то, что на его вершине стоит маяк. Я тебе скажу по секрету, в древние времена таких маяков не было, ты нас за дурачком держишь. Ребят, ребят, я ничего не буду делать, если хотите, вы можете сами по нему нажать. Ой, 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 я нажал на него, я нажал на него, он начал шататься, ему плохо, ему... Что происходит? Бежим! Только не конец света, нет! Нет, что это? Боже мой! Вы посмотрите на небо, тут трещины в небе от этого маяка, который вызвал разлом в пространстве. Это по твоему нормально? Чтобы вы просто понимали, все блоки прямо сейчас всасываются вот в эту трещину в небе. Ты просто нафиг уничтожаешь собственный мир, в котором мы живем! У моего тюфика пропала шея, у него пропали ребра, у него все пропадает! Нет, все-все-все-все-все-все-все, Тунка, я тебе такое прощать не собираюсь, до свидания. А моему викингу глаз, нос за что? Короче, я все, я тоже ливаю. В смысле с глазом, что у него с глазом?